Как заработать на нонфарме? Что это такое? Поговорим в сегодняшнем выпуске, а также я покажу прямо на графике, разворотные точки, где покупать, где продавать, ну и другие новости, также обсудим экономически и другие валюты, соответственно инструменты, также я покажу, как я на них зарабатываю. Также напоминаю, что если вы клиент компании iMarkets, вы можете получить мой торговый робот совершенно бесплатно, переходите по ссылке внизу на мой канал и пишите в контактах мне в телеграм, я расскажу как его получить. Для того, чтобы заработать на нонфарме, нужно знать всего две цифры и как их интерпретировать, об этом мы поговорим в конце выпуска, когда будем смотреть экономический календарь. И также можно использовать технический анализ для того, чтобы понять, где есть разворотные точки. Давайте посмотрим на графики, вот это график D1 и здесь мы видим, что цена недавно оттолкнулась от уровня Fibonacci 23.6, я на прошлой неделе давал этот сигнал, он хорошо себя отработал. Давайте посмотрим поближе, вот здесь как мы видим цена развернулась и прошла 323 пункта, то в принципе для скальпинга неплохо. Теперь я рассчитываю, что если цена снизится дальше и дойдет до линии поддержки, то здесь будет еще одна разворотная точка, я обозначил ее бирюзовым прямоугольником, здесь в районе цены 1.05.64 можно будет купить и заработать на росте. Теперь давайте посмотрим поближе, таймфрейм H1, мы видим, что здесь устойчивый нисходящий тренд и здесь какая единственная рекомендация, это то, что если цена будет доходить до линии сопротивления, то можно будет опять ставить отложенные ордера на продажу и зарабатывать на снижении. Либо если вы торгуете торговым роботом, запускать его в режиме sell и как раз лучшая точка входа для такого режима это от линии сопротивления. Поэтому поставьте оповещение, как только цена дойдет, можете запускать его уровни сопротивления. Это один вариант. Второй по еврофунту. Давайте посмотрим теперь еврофунт. Здесь если смотреть сначала график, здесь если смотреть сначала таймфрейм H4, давайте на D1 покажу, видите, сужающийся треугольник был пробит внизу, линия поддержки пробита. И теперь я ожидаю, что если цена дойдет до этой линии, теперь она будет линия зеркальное сопротивление, то здесь вот разворотная точка отсюда можно будет продать и заработать на снижение. Но вот прямо сейчас цена находится вот в таком канале, смотрите, шикарный такой канал, на H1 его хорошо видно. И вот такие каналы любит очень мой торговый робот в режиме buy sell одновременно. Есть видео, где я показываю, как робот зарабатывает при движении цены то вверх, то вниз в режиме buy sell одновременно, куда бы цена не пошла. Поэтому сейчас самый удобный момент его запустить. Главное не забыть, что если он выйдет за границы этого канала, его нужно отключить. И для этого у меня, кстати, есть специальные лимитные уровни, где он отключается автоматически. Теперь давайте посмотрим новозеландец. Новозеландский доллар к американскому доллару показал сильное снижение на прошлой неделе после выхода новости. Практически безоткатное движение. И вот сейчас начались коррекции. Я вижу, что здесь есть вот такая вот линия сопротивления зеркальная на уровне 0.6092. От нее можно будет еще раз продать и заработать на снижение, если цена до нее дойдет. Вот в этой примерно точке. Вот отсюда можно будет продать и заработать на снижение. Кроссовая пара австралиец-новозеландец. Смотрите, на D1 видно, что цена подходит к линии сопротивления. Очень динамично так к ней движется. Но я думаю, к тому времени, как она дойдет до этой линии, уже усталость поднакопится у быков. И медведи возьмут свое. И отсюда цена развернется. И будет коррекция, на которой можно будет заработать. Поэтому продаем и зарабатываем на снижение от уровня сопротивления. Кросс евро-новозеландес. Сейчас цена движется вверх. Однако была пробита верхняя линия треугольника. Теперь она будет выполнять функцию зеркальной линии поддержки. Поэтому, если цена дойдет до этой линии, можно будет отсюда покупать и заработать на росте. На этом анализ графиков мы, пожалуй, закончим. Напоминаю, что полный обзор вы сможете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Там я рассматривал другие инструменты, в том числе серебро, S&P 500 и другие валютные пары. Ну а сейчас давайте посмотрим экономические события, в частности, Non-Farm. Эта неделя не особо богата на новости. Поэтому понедельник, вторник вообще тишина. В среду вот будет индекс потребительских цен. Здесь будет увеличение волатильности. Это по евро в 15.00. И в 15.30 сразу через полчаса новость по ВВП Канады. Также обратите внимание, будет увеличение ВВП. Это может спровоцировать снижение пары доллар-канадец. В четверг также новость по инфляции. Это в 12 часов по евро. И, наконец, в пятницу Non-Farm. Что такое Non-Farm? Это изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США. В любой стороне это важная новость. Но новость по США всегда очень важная для трейдеров. Потому что провоцирует сильные движения. И повод для того есть. Смотрите. Прошлая новость дала значение 253 тысячи. А в этот раз прогнозируется 180 тысяч. Я ожидаю, что если подтвердится это снижение, то доллар может ослабнуть. И пара евро-доллар, если вы торгуете евро-доллар, может вырасти в моменте выхода новости. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Там я оповещаю вас об этой новости. Чтобы вы не пропустили и вместе заработали. Вот такие новости и сигналы на эту неделю. Напоминаю, что если вы клиент компании Амаркетс и вы хотите торговать моим торговым роботом, пишите мне в телеграм. Я расскажу, как получить робота бесплатно. Также, если вы только начинаете торговать на рынке, изучаете, присматриваетесь, то обязательно переходите ко мне на сайт. Скачивайте бесплатно программу моего курса для начинающих с нуля. Ознакомьтесь с программой и принимайте решение торговать с прибыли. Желаю вам успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.